всем добрый день сегодня будем готовить муссовое пирожное давно я не готовила ничего такого муссового пирожное торты у меня уже были очень давно на канале нужно исправлять и решила приготовить ванильно абрикосовое пирожное у меня будет абрикосовая начинка ванильный мусс и ванильный бисквитик внизу естественно все покроем красивой зеркальной глазу пирожное буду готовить вот такой вот форме купол и начинку для пирожного буду заливать вот такие маленькие формочки силиконовые в идеале использовать маленькие полусферы у меня их нет поэтому я использую вот такие мне кажется в разрезе это будет даже интереснее если у вас нет никаких маленьких формочек подходящих сюда вот по диаметру по размеру во внутрь чтобы начинку сделать вы можете просто абрикосовую начинку вылить какую-нибудь миску плоскую или кастрюлю или в общем просто круглую форму затянув пленкой и затем вырезать кружочки нужного диаметра подходящие под эту форму я раньше именно так и делала но когда у меня появилась вот эта форма намного проще залили вставили все прекрасно абрикосы у меня заморожены добавляю сюда сахар две три столовые ложки в общем по вкусу и одну столовую ложку отдельно сюда стаканчик сюда в стаканчик к сахару добавляю еще ложку крахмала и перемешиваю эту смесь мы добавим к абрикосам чуточку попозже абрикосы ставлю на маленький огонь накрываю крышкой и жду пока они полностью разморозятся абрикосы уже разморозились видите пустили много сока сейчас я увеличила огонь и дам закипеть вот видите уже закипает уменьшаю огонь на минимум и добавляю сюда смесь сахара и крахмала тщательно все перемешиваю довожу до загустения тут уже не можете варить до тех пор пока не получится ту консистенцию которую хотите мне хватает обычно 20-30 секунд поварить и уже получается довольно-таки густая масса вот смотрите уже я включаю огонь это теперь нужно блендерить или пробить в кухонном компании выливаю в чашу комбайна и измельчаем чтобы было удобно наполнять силиконовые формочки я переливаю абрикосовую массу кондитерский пакет форму лучше всего поставить сразу на доску чтобы было удобно переносить в морозилку заполняем формочки и вставлю в морозилку нужно полностью заморозить сейчас делаем бисквит здесь у меня яйцо щепотка соли и сахар и взбиваем в пышную устойчивую массу теперь просеиваю сюда сухие ингредиенты тому как крахмал и разрыхлитель и замешиваю однородное тесто на данный момент у вас уже должна стоять на разогреве духовка на 180 градусов и подготовьте противень пергаментной бумаги тесто переношу на пергамент распределяю равномерным слоем смотрите размер этого пласта принципе значения не имеет главное вот на глаз прикиньте чтобы вы могли из этого пласта вырезать 6 кружочков для для пирожных выпекается корж очень быстро примерно минут 7 сильно не перепекайте как только увидите что он подрумянился вот 5-7 минут и будет готов бисквитный корж оставляю полностью остыть из бисквита нужно вырезать кружочки диаметром подходящим под вашу форму для мусса нужны холодные жирные сливки минимальная жирность 33 процента замочила в холодной воде желатин и здесь у меня уже растопленный белый шоколад как раз пока буду взбивать сливки шоколад чуточку подостынет и будет нормально сливки взбиваем до мягких пиков и параллельно ставлю растапливаться желатин на водяной баню хочу обратить ваше внимание на то что сладость в этом муссе только за счет шоколада вы знаете что я люблю умеренно сладкие десерты поэтому если любите послаще то добавьте к сливкам сейчас столовую ложку сахарной пудры вот до такого состояния достаточно до взбить сливки добавляю сюда растопленный шоколад белый шоколад вы можете заменить на темный или молочный у вас получится шоколадная пирожная включаю маленькую скорость миксера и перемешиваю до однородности желатин растопила сейчас включаю самую минимальную скорость миксера и медленно вливаю сюда желатин после добавления желатина тоже не стоит долго взбивать иначе мусс начнет схватываться а нам это совершенно не нужно сразу переливаю его в кондитерский пакет и заполняю форму форму сразу нужно установить на доску чтобы было удобно переносить в морозилку заполняем формочки примерно на треть потому что сюда нужно добавить еще начинку и потом и бисквит же еще у нас сейчас достаю из морозилки абрикосовые заготовки и в каждую ячейку добавляю по одной штучке далее беру мусс и заполняю практически до самого верха каждую ячейку нужно помнить еще что у нас тут должен быть бисквит поэтому чуточку места оставляем бисквит и я слегка подморозила чтобы было удобно вставлять сюда в пирожные это принципе не обязательно бисквиты и так получаются довольно плотные тут вот немного перебавила мусса а вот здесь наверное идеально будет по размеру да ну и что ставим наши пироженки в морозилку на несколько часов чтобы полностью заморозились в общем вы знаете я по традиции все отправляю туда на ночь обычно сейчас это все подровняем вот здесь наверное количество мусса просто идеально получилось с бисквитом а тут вот уже немного лишнее есть все это лишнее нужно подровнять ничего страшного пирожные у меня полностью заморозились достаю их из формы аккуратно выкладываю на доску и отправляю обратно в морозилку пока буду подготавливать глазурь лучше чтобы пироженки были морозилки обливать пирожные буду вот такой зеркальной глазурью я и только приготовила рецепт вы наверняка уже видели в прошлом ролике и нужно ее остудить до температуры 35 градусов сейчас 45 еще чуточку и будем обливать ею пирожные также подготовила себе вот такую конструкцию большая тарелка на ней 6 рюмочек на рюмочки поставлю наши пирожные и буду поливать если есть решетка то это конечно облегчает очень жизнь но вот так тоже можно делать глазурь которая будет всплывать на дно тарелки можно потом будет собрать процедить и в холодильник до следующего раза теперь горячим ножом снимаю вот здесь внизу излишки глазури и можно пироженки переносить на блюдо или на тарелочку на подножку в общем если вам не очень нравится край нижние пирожные можете еще обсыпать там орешками или какими-либо посыпками чтобы сделать покрасивее пирожные получаются нежные но при этом имеют яркую абрикосовую серединку я обожаю вот этот вот мусс на белом шоколаде он получается безумно нежным и при этом несложно готовится и в нем не так уж много ингредиентов то есть я думаю с таким пирожным справится любая хозяйка даже если вы никогда не делали никаких муссовых десертов попробуйте хотя бы вот даже для себя приготовить можно не покрывая глазурью просто насладиться вот такой вкуснятиной большое спасибо вам за просмотр до новых встреч пока пока до новых встреч пока